В разные эпохи эта земля называлась по-разному. Великое княжество, Литовское, Северо-Западный край, Белоруссия, Беларусь. Однако во все времена главным богатством этих земель были талантливые люди. Многие из них внесли огромный вклад в мировую цивилизацию, а затем были незаслуженно забыты. Но сами они всегда помнили, откуда родом. Поздней ночью в одной из типографий Вильно, не покладая рук, трудились десятки людей. Не спали даже владельцы типографии. Они ждали важного гостя. Наконец, тот приехал. И не успев переступить порог, спросил. Все готово. Ему протянули несколько отпечатанных листов. Гость удовлетворенно улыбнулся. Мы все-таки сделали это. Мы изменили ход истории. Многие считают, что первая в мире демократическая конституция была принята в США в 1787 году. Однако за 200 лет до этого на другом континенте был утвержден не менее демократичный свод государственных законов. Назывался он Статут Великого Княжества Литовского. И на протяжении многих веков считался образцом законодательства в Европе. Составителем этого статута был белорусский дворянин Лев Сапега. Но история могла бы сложиться по-другому. Ведь в юности Лев Сапега собирался уйти в монастырь. За его плечами был Лейпцигский университет. Он свободно владел несколькими языками, в том числе латинским, немецким, французским. В совершенстве знал законы юриспруденции. Такие люди были нужны в Европе. Но Лев вернулся на родину. Великое Княжество Литовское. Великое Княжество Литовское. Восточноевропейское государство, существовавшее с первой половины XIII века по 1795 год. В его состав входили территории современной Беларуси, часть Литвы, Украины и России. В 1569 году Великое Княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство. «Речь Посполитую». Обе державы имели общего короля, общий парламент, единую внешнюю политику и единую монетную систему, однако сохраняли свою администрацию, казну, суды и свою армию. Вскоре после возвращения Лев Сапега понял – на родине он никому не нужен. Почти семь лет он пытался доказать, что достоин быть не только семейным адвокатом. А затем опустил руки и принял решение уйти в монастырь. Однако родные отговорили Льва от этого опрометчивого шага и предложили использовать еще один шанс. И где? В королевской резиденции. Ведь королю Речи Посполитой Стефану Баторию как раз требовался личный секретарь. Лев долго колебался, но в конце концов решил рискнуть. Правда, твердо заявил, что эта попытка будет последней. На должность королевского секретаря претендовали 20 человек. Лев Сапега понимал – шансов понравиться королю у него практически нет, уж слишком они были разные. Король любил и умел воевать, а Лев считал, что верно служить отчизне можно не только на поле боя. «Войну выигрывают политики, а не военные», – прямо заявил он Стефану Баторию. И был уверен, что после таких слов ему укажут на дверь. Но король рассмеялся и сказал, «Вы приняты. Давно мечтал иметь секретаря, у которого есть свое мнение». То, что он не ошибся в выборе, Стефан Баторий понял сразу. Во-первых, Лев Сапега искусно владел изящным стилем речи и письма. Во-вторых, был знаком со школой европейских дипломатов. Король признавал, ему есть чему поучиться у Сапеги, хотя бы тактики ведения переговоров. В то время в Европе шла Ливонская война. В нее были втянуты многие государства. Московская держава, Швеция, Королевство Польское, Великое княжество Литовское. Последнее, пожалуй, пострадало больше остальных, ведь боевые действия велись на его территории. В 1582 году между Речью Посполитой и Московией было заключено мирное соглашение. К этому времени Лев Сапега получил повышение по службе, стал писарем Великого княжества Литовского. Король назначил его на эту должность не случайно, ведь именно Лев стал инициатором создания высшего судебного органа Трибунала. Трибунал. Главный суд. Высший апелляционный орган. Создан в 1581 году. Создание Трибунала Великого княжества Литовского – одна из первых попыток в Европе сделать суд открытым, неподкупным и независимым. Ведь судьи Трибунала не назначались, а выбирались. Дела рассматривались открыто, с участием обеих сторон и их адвокатов. Запрещалось приходить в суд с оружием. Постановления суда принимались большинством голосов. Острый ум, знание законов, умение расположить к себе даже враждебно настроенного собеседника сделали Льва Сапегу одним из самых ярких политиков страны. Поэтому, когда речь зашла о том, кто же из чиновников поедет на переговоры к Ивану Грозному, король без колебаний ответил «Конечно, Сапега!». Посольская делегация отправилась в Москву ранней весной 1584-го. Лев Сапега был назначен главой Великого посольства. Но пока они были в дороге, московский царь Иван Грозный умер. Послам пришлось иметь дело с его преемником Федором. Федор Иванович оказался полной противоположностью отцу. Это был добрый, безвольный и слабоумный молодой человек, проводивший все свое свободное время в забавах и в поездках на богомолье. Вести переговоры пришлось не с ним, а с его ближайшим окружением – московскими боярами. Однако Лев Сапега сумел с ними договориться. Стороны подписали новое мирное соглашение сроком на 10 лет. Причем на весьма выгодных условиях. Кроме того, он добился освобождения 900 пленных белорусов. За успех дипломатической миссии король назначил Сапегу под канцлером Великого княжества Литовского. По сути, третьим человеком в стране. В то время Льву Сапеге было всего 28 лет. За плечами у молодого дипломата были не только удачно проведенные переговоры с Московией. И не только создание трибунала, но и составление новой конституции для родной страны. Первый статут Великого княжества Литовского был принят еще до рождения Сапеги в 1529 году. Второй – спустя почти 40 лет. Но и он был далек от совершенства. В нем не было заложено самого главного – принципов правового государства. Правовое государство. Тип государства, важнейшими признаками которого являются господство закона во всех сферах общественной жизни, связанность с законом государства и его органов, судебная защита прав граждан и взаимная ответственность государства и личности. Идея правового государства впервые возникла в эпоху античности. Еще древнегреческие философы Платон и Аристотель уверяли, государственность возможна лишь там, где господствуют справедливые законы. Однако в Древней Греции правовое государство так и не состоялось. Зато эти принципы были успешно реализованы в Древнем Риме. В период республики там существовала сильная и независимая судебная власть. Все граждане Древнего Рима были равны перед законом. Вот только на иностранцев и на рабов эти правовые гарантии не распространялись. Не подчинялся суду и император, который стоял выше закона. Сапега же мечтал создать в центре Европы настоящее правовое государство, где все равны – и монарх, и дворянин, и простой человек. Он был уверен, что рано или поздно Великое Княжество Литовское расторгнет союз с Польшей и станет независимой державой. Принципы суверенитета Лев Сапега собирался закрепить в новом статуте. Над усовершенствованием нового свода законов трудились десятки людей. Все выпускники европейских университетов лично отобраны Львом Сапегой. Это была долгая и кропотливая работа. Но впереди было еще одно главное испытание – утвердить статут в Сейме. Сейм – орган законодательной власти Речи Посполитой. В него входили депутаты Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Состоял из двух палат – Верхний – Сената и Нижний – Посольской избы. На Сейме решались практически все вопросы государственного управления и законодательства. Избрание короля, созыв ополчения, объявление войны и заключение мира. Однако, даже если один депутат накладывал вето на какое-то решение, оно не принималось. Впрочем, Лев Сапега осложнений не ждал. В Сейме у него было много сторонников, он пользовался расположением короля, но зимой 1586 года случилось непредвиденное. В тот вечер король поздно вернулся с охотой. Он был весел, ему удалось подстрелить огромного кабана, за ужином выпил бокал вина и вдруг забился в припадке. Испуганные слуги уложили его на кровать, вызвали доктора, но тот только развел руками. Через три дня король скончался. По стране поползли слухи, что короля отравили. Чтобы развеять сомнения, было проведено анатомическое вскрытие, кстати, первое в Европе. Следов яда в теле не обнаружили, но слухи не утихали. Лев Сапега понимал, что для Великого княжества Литовского наступают сложные времена. Причувствие переросло в уверенность, когда появились первые претенденты на престол. Вдова короля лоббировала интересы родного племянника Жегемонта Вазы, сына шведского короля. Польская знать выдвигала эрцгерцога Максимилиана, брата австрийского императора. И тот, и другой случай победы защищали бы интересы королевства польского. Принятие нового статута Великого княжества оказалось под угрозой. И Лев Сапега неожиданно для всех предложил еще одну кандидатуру. Сына Ивана Грозного, московского царя Федора Ивановича. Свой выбор он аргументировал так. «Я выступаю за объединение славянских народов. Если у нас будет единый монарх, мы станем одной из самых сильных держав в Европе». Несмотря на молодость, Лев Сапега имел огромное влияние в Великом княжестве Литовском. И польские магнаты испугались. А вдруг депутаты сейма и вправду изберут королем Федора? Сапеге был предложен вариант. Он поддерживает кандидатуру Жегемонта Вазы, а новоизбранный король утверждает статут Великого княжества Литовского. Лев Сапега согласился. Чтобы ускорить издание статута, Лев Сапега лично профинансировал этот проект. Сам выбрал типографию, сам подобрал шерифт, утвердил эскиз титульного листа, написал предисловие. Летом 1588 года статут вышел тиражом в 4000 экземпляров. Он был напечатан на старобелорусском языке, как, впрочем, и все правовые акты и документы Великого княжества Литовского. Вскоре новый статут стал достоянием общественности. Изучив его, европейские юристы вынесли вердикт. Такого совершенного законодательства в Европе еще не было. Из статута Великого княжества Литовского 1588 года. Статья 1. Раздел 1. «Вси обыватели Великого княжства Литовского, тым одним правом писаным и от нас данным сужены, быти мають». Самый первый пункт статута гласил, «Все граждане Великого княжества Литовского равны перед законом». Кроме того, в документе были разграничены законодательная и исполнительная власть. То есть законы могли издаваться только сеймом, а Великий князь их лишь подписывал. Это была первая в мировой истории попытка создать настоящую парламентскую республику. В статуте особое место уделялось уголовному праву. Конечно, представители дворянского сословия имели много привилегий, но и дворянина могли наказать за убийство простого человека. Такого в мировой практике еще не было. Согласно статуту, к уголовной ответственности привлекались только те, кому исполнилось 16 лет. За преступления против женщин предусматривались более тяжкие наказания. Но самое главное – в державе впервые вводилось понятие «презумпции невиновности», даже если человека подозревали в государственной измене. «Презумпция невиновности» – один из принципов уголовного судопроизводства. Означает, что необвиняемый должен доказывать свою невиновность, а напротив – обвинение должно предоставить веские доказательства его вины. При этом любое обоснованное сомнением доказательство трактуется в пользу обвиняемого. Спустя 200 лет подобные принципы были изложены в Декларации прав человека и гражданина в важнейшем документе Французской революции. Там тоже имелись такие пункции, как «презумпция невиновности» и «свобода вероисповедания». Но тогда, в период капитализма, эти требования казались естественными. А в конце 16-го столетия высказывания о независимости и свободе человека выглядели излишне демократичными. Но Лев Сапега, воспитанный на трудах древнеримского политика Цицерона, не мог мыслить по-другому. «Поведение человека в обществе должно определяться не его внутренними потребностями, а нормами, установленными рамками закона», – не раз повторял он. И при каждом удобном случае подчеркивал, что закон обязан защищать всех – бедных и богатых, католиков и православных, дворян и крестьян. Недаром все гости Великого княжества называли эту страну самой веротерпимой страной Европы. На площадях белорусских городов и местечек православные, а позднее униадские церкви мирно соседствовали с католическими костелами, синагогами, а порой и мечетями. Беларусь не знала ужасов инквизиции, попытка введения которой в XV веке завершилась провалом. Были прописаны в статуте и законы, защищающие природу. За убийство редких животных требовалось выплатить штраф. Ни в одном законодательстве мира не было ничего подобного. Так что и тут Сапега опередил свое время. Через год после издания статута Лев Сапега стал канцлером Великого княжества Литовского. Теперь он руководил внешней и внутренней политикой государства. Но молодой король не слишком прислушивался к мнению опытного дипломата. Похоже, Жегемонта волновало только одно, как стать еще и шведским королем. Ради этого он был готов на все, даже на войну со Швецией. Польско-шведская война началась в 1600 году. Поводом для войны послужил тот факт, что войска Речи Посполитой вторглись на шведскую часть Эстонии. Шведы за кратчайшие сроки сумели мобилизовать свою армию и взяли под контроль не только всю Эстонию, но и большую часть Ливонии, которая в тот период входила в состав Речи Посполитой. Под удар вновь было поставлено Великое княжество Литовское. Лев Сапега предложил провести переговоры с Москвой, чтобы заручиться ее поддержкой. Жегемонт с неохотой согласился. В Москву вновь отправилось Великое посольство, которое возглавлял Лев Сапега. С собой он вез беспрецедентный для того времени документ – проект Лиги славянских государств. Канцлер Великого княжества Литовского предлагал реальные условия объединения славянских держав. Государства, сохраняя свою независимость, тесно сближались в политике, культуре и экономике. Это был весьма перспективный документ, ведь в мире к началу XVII века складывались сильнейшие коалиции. Так почему славяне не могли объединиться? Если бы это произошло, Союз Польского королевства, Великого княжества Литовского и Московской державы стал бы сильнейшим в Европе. Только не все оказались такими дальновидными политиками, как Лев Сапега. Московский царь, в то время это был уже Борис Годунов, предложение о Союзе славянских народов не поддержал. Зато великому канцлеру удалось подписать с Московской державой еще один мирный договор сроком на 20 лет. Карьера Льва Сапеги складывалась удачно, но в личной жизни он пережил не одну трагедию. Первая жена, Дорота, умерла совсем молодой. После ее смерти Лев долго не женился. Девушки из знатных семей заглядывались на него, но Сапега никак не мог избавиться от ощущения, что им нужен не он сам, а его должность, слава и богатство. А ведь деньги для него никогда не стояли на первом месте. Он один из самых богатых людей страны, щедро вкладывал их в строительство храмов, открывал типографии, собрал огромную библиотеку. Сапега понимал, ему нужна единомышленница, такая, которая не упрекала бы за долгое отсутствие дома, не ревновала бы к работе, поддерживала его благотворительность. Но где такую найти? Счастье ему все-таки улыбнулось. В 42 года Лев Сапега встретил девушку из самого знатного рода Великого княжества Литовского, рода Радивилов. Звали ее Гальшкой. И была она моложе Льва на 26 лет. Но и второй брак оказался скоротечным. Через 11 лет Гальшка умерла, оставив в Льву троих детей. Больше Сапега так и не женился. В 66 лет Лев Сапега, разочарованный политикой короля, добровольно сложил себя обязанности канцлера. Это был беспрецедентный случай в истории, когда высокопоставленный чиновник сам отказался от такой высокой должности. Но такой человек, как Сапега, не мог долго оставаться в стороне от большой политики. Точнее, большая политика не могла обойтись без него. В 1625 году возобновилась война со шведами. Армия Речи Посполитой терпела одно поражение за другим. Неприятель вплотную приблизился к белорусским городам Витебску и Полоцку. Положение было критическим. И тогда король попросил Льва Сапегу стать великим гетманом, возглавить армию Речи Посполитой. Тот согласился. На содержание армии пожертвовал почти весь свой капитал. Во время военного похода ему принесли страшную весть. Умерла его 24-летняя дочь Анна. Единственная, любимая и очень похожая на свою мать. Сапега понимал, что его никто не осудит, если он оставит войска и проводит Анну в последний путь. Но никуда не поехал. Оставить армию в разгар военных действий он не мог. Последние годы жизни Лев Сапега приводил в порядок архив Великого гняжества Литовского. Он не раз говорил сыну, что никогда ни от какой работы не получал такого удовлетворения. Я хочу, чтобы наши потомки узнавали свою историю из первоисточников. Только так они смогут сделать правильные выводы. Только так смогут понять, как это непросто – служить Отечеству. Статут Великого княжества Литовского 1588 года, изданный под редакцией Льва Сапеги, был переведен на многие языки мира. Он послужил основой для создания подобных документов в России, Польше, Франции, Эстонии, Латвии и на Украине. В Беларуси статут 1588 года действовал более 250 лет и был отменен лишь при российском императоре Николае I. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова